Япония является важным стратегическим партнером Узбекистана. По прошествии четверть века отношения между нашими странами вышли на новый этап зрелости и стабильности. Благодаря общим усилиям сторон, наши страны ожидают дальнейшее развитие долгосрочного и многопланового сотрудничества на благо народов наших государств. Об этом мы побеседуем с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Узбекистане Нобуаки Ито. Здравствуйте, господин Ито. Здравствуйте. Дипломатическим отношениям между нашими странами уже четверть века. Вы девятый посол Японии в Узбекистане. Ваша миссия длится больше чуть года. Как Вы оцениваете деятельность посольства в течение этого времени? В этом году в эмбаре, как Вы отметили, в Узбекистане праздновали 25-летие годовщины установления дипломатических отношений. Тогда, конечно, как наш премьер-министр, господин Абе и ваш уважаемый президент Шевкат Миромонович, обменялись поздравительными посланиями. И, конечно, на уровне министров иностранных дел, тогдашний министр господин Кисида и его коллега господин Абдратис Хафисович, разговаривали еще в конце апреля и продолжить 1 и 2 мая. Мы организовали специальную встречу в Центральной Азии плюс Японии в Баду-Шамбе. И таким образом сейчас, как дипломатические и политические отношения между нами в течение больше 25 лет, они уклонно развиваются. И, конечно, к лучшему. И обмен людьми очень много. И в этом году мы пригласили 11 чартерных рейсов на одном борту около 25-10 японских туристов. В конце концов, в этом году уже удвоилось количество японских туристов, в свыше 8 тысяч. И таким образом сейчас неуклонно, постоянно и шаг за шагом увеличивается и побольше углубляется наши дружественные узы. Как известно, двусторонние связи между нашими странами постепенно и последовательно укрепляются на основе совместных договоренностей о дружбе, стратегическом партнерстве, а также сотрудничестве. Как бы вы оценили потенциал развития узбекско-японских отношений, в частности экономических? Каков, на ваш взгляд, их потенциал? Конечно, как позапрошлым году, в октябре, наш премьер-министр, господин Аби, нанес официальный визит сюда. И тогда, как вы отметили, совершенно верно подписали новое статистическое партнерство. И на базе этого документа обе стороны прикладывают усилия к развитию экономических отношений. И действительно, в этом году, в феврале, было выявлено стратегическое развитие по пяти приоритетных направлениям, вашему уважаемому президенту. И это, конечно, в этой стратегии написаны очень важные реформы или как изменение структуры правительства и администрации. В течение этого года много-много новых постановлений или указов уже приняты. В сентябре уже как либерализация курса валюты тоже как внедрена. И это облегчает, как бремя для японских бизнесменов. По этому направлению сейчас японские деловые круги, и они обращают внимание на развитие вашей экономики. И действительно, сейчас уже как инвестиционные проекты расширяются. И кредитные проекты, например, построение завода по производству химическому удобрению, Теврогарганский ТЭЦ и еще Наманганский ТЭЦ. И обновление новоиска ТЭЦ и такие большие крупные проекты продвигаются успешно, гладко, вперед. Поэтому между нами существует очень потенциальное будущее для расширения экономических связей. А не уходя уже от темы, хотелось бы продолжить. Эффективные взаимодействия осуществляются также в рамках международных организаций. Активно развиваются связи в формате Центральная Азия плюс Япония. Каковы дальнейшие перспективы в этом направлении? Сейчас как переговоры между всеми членами продолжаются. Уже приняты новые дорожные карты, каким образом развивать транспорт среди этих пяти членов. Мы приняли в начале мая дорожную карту. И, конечно, на этой базе мы хотели бы выбрать новые сферы, каким образом мы вместе развивать. Потому что Япония играет роль, катализатор. И все инициативы как зависит от всех членов Центрально-Азиатских стран. И мы хотели бы разговаривать. Но эти переговоры сейчас идут. Если кто-нибудь или какая-то страна хотела бы поднять какую-то тему, то разговаривать вместе. И как катализатор мы хотели бы работать вместе с всеми заинтересованными странами. Сегодня Япония один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Содействие оказывают региональные офисы, джайка и японская организация внешней торговли. Благодаря финансовой и технической поддержке Японии в республике реализован целый ряд социально значимых и инфраструктурных проектов в разных сферах. Какие еще направления в дальнейшем будут вовлечены? Сейчас уже как около 40 японских волонтеров работают в различных сферах спорта, медицины, физкультуры, джиудо, айкидо, регви и так далее. Посольство тоже оказывает сам безвозвездную помощь, грант прямо школам или больницам. Уже мы в течение 20 лет оказывали около 370 проектов. И это как мы, наши сотрудники посещают по вашей стороне и выбирают или получают заявку и выполняют. Ну, церемония подписания таких проектов в этом году тоже в марте будет. В конце апреля мы открыли многопрофильную больницу в Новоисской области. Это очень современная больница, оснащенная японской новейшей технологией. Конечно, хотел бы прикладывать свою лепту в развитии не только инфраструктуры и гуманитарной сферы. Если идея с узбекской стороны появится, всегда правительство Японии и японские люди готовы работать вместе в сотруднической душе. Вы выше упомянули о туристической связи. Хотелось бы добавить, что действительно туристический потенциал является одним из важнейших факторов в укреплении и в развитии как экономических, так и культурно-гуманитарных связей. Если говорить о цифрах, то за прошедшие годы более 8 тысяч туристов из Японии посетили Узбекистан. Ожидается ли увеличение потока туристов в 2018 году? Сейчас, конечно, я очень честно работаю вместе с Газкомитетом по развитию туризма. Как председатель этого комитета, господин Абдухакемов, он учился у нас в Японии и владеет японским языком. Мы вместе работаем, каким образом можно развивать и еще как увеличить число японских туристов. В будущем году число царственных рейсов увеличивается. И еще каким образом организовать туропоход специально для японских туристов. Потому что, как обычно, японские туристы чуть-чуть пожелее. У них финансов много, и это очень хорошо. Так как, если один турист приезжает сюда, то равен капиталоположению. И действительно, здесь, в Узбекистане, работают три японских волонтера в сфере туризма. Мы разговаривали вместе с ними и уже приняли какую-то, конечно, дорожную карту вместе с Газкомитетом. И по этой линии мы хотели бы увеличить еще потенциал привлекать японских туристов. Продолжая сложившуюся традицию, благо время показывает, что оно успешное. Расскажите, пожалуйста, как вы видите взаимоотношения наших стран в 2018 году? В 2018 году перспектива очень блестящая. Потому что я уже отметил, что ваш уважаемый президент Шевкат Мирамонович внедряет очень активную, как внутреполитическую реформу. Такая реформа оказывает очень положительное влияние на наши здравые деятельности. И еще в этом году, по случаю 25-летней годовщины, мы организовали японскую неделю культуры в апреле и в октябре. Мы пригласили специального актера по традиционному театру. Но с помощью вашего большого академического театра имени Наваи мы поставили песню, театру, но, может быть, как отклик хороший. Будет очень большая радость. Но таким образом в будущем году мы будем продолжать свои работы, свою миссию, выполнить свою миссию вместе с вами. Ну, без сотрудничества с узбекской стороны мы ничего не поделаем. Поэтому я желаю вам успехов и тоже хотел бы выразить искреннюю благодарность всем узбекистанцам. Господин Ито, благодарим вас за уделенное время и интересную беседу. И позвольте от лица телеканала «Узрепорт ТВ» поздравить вас, ваш коллектив и народ Японии с Новым годом, а также пожелать всех благ и процветания. Спасибо большое, действительно, как для вас, с Новым годом. И для всех, как телезрителей, Новый год стать как правдотворным и очень счастливым годом. Спасибо большое. Благодарю вас. Благодарю вас. Субтитры подогнал «Симон»